Найден, жив! Десятки людей, кто принимал участие в поиске маленького Степы, с нетерпением ждали эту фразу. Ребенок пропал 10 мая в Ивановском районе во время прогулки. Малышу два с половиной года. Поздно вечером, уже 21.45, поступило сообщение о том, что в районе деревни Рогатина пропал мальчик. Он гулял возле дома, катался на самокате два с половиной года ему. Потом отец вдруг неожиданно обнаружил, что мальчика нет. Вначале они пытались найти его своими силами, но ничего не получилось, потому что в районе его исчезновения достаточно глухой, местами даже труднопроходимый лес. Поэтому они обратились к поисковикам, обратились к полицию. Степу искали местные жители, областной спасотряд, отряд Лиза Алерт, МЧС, полиция, кинологи. На месте от Лизы Алерт было около 60 человек. Утру добровольцев должно было быть не менее 300, ехали из других регионов. Такого маленького потеряшки в практике ивановского отряда Лиза Алерт еще не было. Этот раз было очень нестандартно, для нас был шок. Звонок поступил на горячую линию 8800 от Папы, оставил заявку Папы. И фактически в 21.30 пришла заявка, и в 22.00 мы уже собрались и выдвинулись на поиск по его сторону. Основная группа присоединилась чуть позже. Службы спасения прибыли тоже вместе с нами. Сначала была найдена кепка и следы детской обуви. В том месте и было решено сосредоточить основные силы, но там ребенка не оказалось. Тогда было принято решение перебросить дополнительную группу за реку. Хотя сам факт того, что двухлетний ребенок мог перебраться в темноте на другой берег, казался просто невероятным. Тем не менее, отважному путешественнику это удалось. Нашли его только в третьем часу. Ну, конечно, он был перепуган, так как он, я так понимаю, форсировал дважды реку по какому-то, может быть, маленькому броду. Он был сырой, замерз, испугался. Откликнулся он на то, как позвала другая девушка из нашей лесы, которая нашла, заплакал. Она услышала, соответственно, рядом был один из участников Лиза-Алерт, сотрудник облспасотряда. Он его сразу схватил. Мы переодели его в сухой, из подручных средств, свои носки, бандану, очки, чтобы пока эвакуировали из леса, мало ли, веточка какая-нибудь в глаз не прилетела. Закутали его в термодеяло, он согрелся. Он нас даже уснул посередине. Хэппи-энд данной истории не оставил равнодушным никого, проведя время в дремучем заболоченном лесу. Двухлетний малыш остался цел и невредим. Ну, совсем маленький, но нормально себя вел, достойно. Ну, мне кажется, он вырос каким-нибудь олимпийским чемпионом, потому что он приличное количество километров прошел. И местность там действительно очень тяжелая, тяжелая даже для нас была, потому что с краю у нас была река, которую обследовали там часть группы. Посередине было поле, которое было заболочено. Заболочено прилично, так что я попала сапогом, сапог отстался там, мы его вытаскивали потом отдельно. И с другой стороны была кромка леса. То есть он молодец, как-то все это обошел, стоял и ждал. Столь масштабные поисковые операции случаются нечасто, но это показало, что Лиза Алерт остро нуждается в оборудовании, ведь впереди сезон грибов и потеряшек. Отряд готов принять в дар навигаторы, фонари, радиостанции, аккумуляторы, батарейки и многое другое. Денежную помощь добровольцы не берут. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.